МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодой человек планировал заработать у себя дома. В Нижневартовске он обустроил лабораторию. Предусмотрел, казалось, все. Закупил колбы, весы, нашел рецепты, изучил специальную литературу. Осталось приобрести прекурсоры и наладить производство наркотиков. Химик-любитель выписал необходимые реактивы по интернету из Китая. И вот тут его бизнес-план дал трещину. Данные международные почтовые отправления поступили в Российскую Федерацию, пересекли таможенную границу. Одно из них было изъято в аэропорту Толмачева, второе международное почтовое отправление изъято в аэропорту Внуково. Контрабандный товар таможенники вычислили без труда. Специально обученная собака сразу среагировала на подозрительный сверток. Общий вес реагентов больше трех с половиной килограммов. Сколько из этих прекурсоров можно было приготовить в домашних условиях? Разовых доз амфетамина или экстази, например, сказать сложно. Чтобы задержать хозяина посылок с поличным, силовики пошли на хитрость. Правда, в Толмачево на сортировочном пункте в коробке подложили муляж и отправили адресату. Вину он признал частично, сославшись на то, что не знал, что приобретает данные вещества именно в Китае. И просил переквалифицировать его действия на приобретение прекурсоров психотропных веществ и наркотических средств непосредственно в Российской Федерации. То есть изменить квалификацию на менее тяжкий состав преступления. Грозил фигуранту пожизненный срок, но такую меру в Новосибирском областном суде применять не стали. Хотя наказали химика тоже сурово, отправив на 15 с половиной лет в колонию строгого режима. Приговорили в Новосибирске и хозяйку фитнес-клуба, которая помогала своим клиенткам сбросить лишний вес. Но не при помощи упражнений в тренажерном зале, а снабжая их особыми таблетками из Поднебесной. Было установлено, что женщина заказала, оплатила и организовала незаконное перемещение через границу препаратов, в составе которых был обнаружен сибутрамин. При этом была осведомлена о содержании в них запрещенных в России веществ. Суммарно оперативники таможни изъяли из незаконного оборота больше килограмма запрещенных таблеток. За ввоз в страну сильнодействующих веществ 35-летней женщине грозило до 7 лет колонии и штраф под миллион рублей. Но суд учел положительные характеристики контрабандистки малолетних детей на иждивении и не стал лишать ее свободы. Фигурантку наказали тремя годами условно, хотя и с таким лояльным приговором осужденная категорически не согласна. Особо крупный откат в Искитиме вынесли приговор бывшему директору Новосибирского завода искусственного волокна и его пособнику. Фигурантов признали виновными в присвоении казенных денег. По версии следствия, несколько лет назад руководитель оборонного предприятия Валерий Петров договорился с главой фирмы «Атлант» Павлом Яковлевым провести ремонт установок, принадлежащих заводу. Это оборудование планировалось продать в Челябинск, однако по факту работы были выполнены лишь на бумаге. Прессы только помыли и почистили. Тем не менее, компания Яковлева получила почти 8,5 миллионов рублей. Большую часть этих денег, 6 миллионов, коммерсант вернул Петрову в виде отката. По итогам длительного разбирательства суд назначил обвиняемым условные сроки. Экс-директор Унзива 4 года, его компаньону 3 года 4 месяца. И продолжаем программу. Областной суд поставил точку в деле бывшего главы Татарского района, который оставил без жилья десятки детей-сирот. Фигурант подписал акт приемки недостроенного жилого комплекса и рассчитался бюджетными деньгами. Валерий Носков занимал должность главы Татарского района на протяжении почти четверти века. За это время он получил немало поощрений за свою работу. Но финал оказался безрадостным. Чиновник курировал строительство домов для льготников, где должны были поселиться в том числе 37 детей-сирот. Но проект он завалил, в результате чего на месте жилого комплекса вырос унылый недострой. Глава Татарского района на Сибирской области, зная о том, что оплата предусмотрена договором цены, производится после принятия объекта долевого строительства в эксплуатацию, и оснований для оплаты контрактов не имелось, лично подписал реестр платежных поручений на сумму более 35 миллионов рублей. Деньги в казну никто так и не вернул. Что, впрочем, неудивительно, ведь СтройСИП вскоре постигла банкротство. К слову, нехорошая компания успела наследить и в других районах области. Исковые требования к ней предъявили сразу несколько муниципальных образований. Носков же в итоге предстал перед Фемидой. Этой осенью 70-летнему экс-чиновнику вынесли приговор. Два года условно. На днях коллегия по уголовным делам облсуда, рассмотрев апелляционные жалобы сторон, оставила решение без изменений. И теперь оно вступило в законную силу. Еще немного о квартирном вопросе. Обманывали новосибирцев и приезжих. И за это предстали перед Фемидой. В железнодорожном суде сегодня приговорили команду риэлторов-мошенников, которые решили подзаработать на людях, искавших новое жилье. Все началось с того, что в начале июня 2017-го уже судимый за превышение должностных полномочий Сергей Аксенов решил улучшить свое шаткое материальное положение и открыл агентство недвижимости «Олимп». Люди, обратившиеся в него, не сразу понимали. Найти при помощи этой конторы жилье будет не легче, чем отыскать мифическую гору, где обитают древнегреческие боги. Хотя сначала все выглядело весьма надежно. Посредники демонстрировали клиенту красивые фото чужих квартир, составляли договор и брали плату – 6 тысяч рублей. В данных договорах они указывали несоответствующие действительности сведения о собственнике квартиры и его номер телефона. В присутствии клиента менеджер созванивался с якобы собственником квартиры и договаривался с ним о встрече. Собственником квартиры всегда являлся один и тот же член преступной группы, которая сначала договаривалась о времени предполагаемой встречи и впоследствии по надуманным причинам ее переносила. Затем хозяйка и вовсе отключала телефон. Когда до обманутого клиента доходило, что квартиру он так и не увидит, в дело вступала бухгалтер. Она обещала, что деньги обязательно вернут, и начинала вести себя точно так же, как и уже собственница. Тянула время, а потом исчезала. Схема была настолько примитивной, что Олимп просуществовал всего три недели. За это время аферисты заработали меньше 100 тысяч на шестерых и в итоге оказались на скамье подсудимых. Почти всех участников группы Фемида пожалела, наказав условными сроками. Но не лидера. Сергея Аксенова взяли под стражу прямо в зале суда. Следующие два года и восемь месяцев мужчине предстоит провести в колонии общего режима. Полиция обнародовала фотографии разбойника, который, возможно, был причастен к налету на офис микрокредитов в Держинском районе Новосибирска. Правда, задержали фигуранта совсем по другому поводу. Сыщики подозревают, что он входил в банду автоворов из Академгородка. Но на допросе выяснилось, что это не единственный его криминальный вояж. Потерпевшая, говорят, в этом мужчине уже опознала своего обидчика. 24 ноября в Держинском районе города Новосибирска. Под угрозой применения ножа мужчина похитил около 16 тысяч рублей. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж. Рассекретили сегодня областные полицейские и кадры спецоперации по задержанию сутенерши с подельниками. Дело закончено и на днях поступит в суд. Так что видео уже не является тайной следствия. Установлено, что почти 10 лет дама пенсионного возраста занималась организацией борделей и вовлечением в проституцию молодых девушек. Помогали ей муж и сын. А когда бизнес начал приносить доход, костяк преступной группы разросся до 7 человек и нескольких филиалов по всему городу. Все время следствие лидер группы и ее родственники были под стражей. Трое фигурантов под подпиской о невыезде, еще двое под домашним арестом. О дальнейшей судьбе самих ночных бабочек информации нет. И последнее мужчина пострадал в драке с участием ГБР. Все произошло прямо в центре города. Уже последствия потасовки очевидцы выложили в сеть. Так, для одного из посетителей увеселительного заведения завершился субботний вечер. Из-за чего начался конфликт, сейчас выясняет полиция. Однако в результате такой встречи молодой человек потерял сознание. Пока ждали скорую, очевидцы нашли подушку и плед, чтобы пострадавший не замерз. Чоповцы, к слову, предпочли держаться на расстоянии и больше не лезли в гущу событий. Их машина стояла припаркованной у обочины. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова